Трудовая биография этой деятельной женщины началась еще в прошлом веке. Окончив текстильный институт имени Фрунзе в городе Невест Иваново, она по распределению попала на Брестский коровый комбинат. Затем были долгие 12 лет должности председателя областного комитета профсоюзов, после чего Евгения Николаевна возглавила Ленинский райисполком. Однако и это место не стало последним в списке занимаемых ей руководящих постов. В 1996-м женщина с говорящей фамилией Темпераментова приняла участие в возрождении коммунистической партии Беларуси, став первым секретарем горкома. Поэтому на вопрос о том, каким должен быть руководитель и что должен себя воспитывать, Евгения Николаевна ответила без колебаний. Самое главное, я считаю, это надо ответственно относиться к делу, на которое тебя поставили работать. Самое главное, быть честным, быть добросовестным, быть внимательным к людям, к их нужным. Если что можно было делать, я всегда старалась помочь. Что нельзя было делать, есть закон. Мы тоже не имеем все права нарушить закон. Я старалась никогда не нарушать закон. Главная виновница торжества знает все о Ленинском районе и о людях, которые жили, да и сейчас живут в нем. С Тамарой Ивановной Суворовой знакома немного немало полвека. Причем судьба не раз сводила двух женщин на широкой профессиональной ниве. Сначала на производстве, затем в райисполкоме, наконец в КПБ. Коллега по трудовому цеху отмечает, что, пожалуй, главным качеством героини было и остается внимательное отношение к людям, а также неиссякаемое желание помогать. И действительно, среди поздравляющих было много людей, благодарных Евгении Николаевне за решение их проблем, за умение слышать и потребность делать добро. Это человек очень преданный делу, очень ответственный, принципиальный. Знаете, вот прошла она действительно счастливую дорогу. Она была сложная, трудная, потому что многому приходилось учиться, но все-таки прежде всего мы всегда видели и чувствовали ответственность перед людьми. И что еще ее отличает? Очень внимание и любовь к людям. Замечательный человек, верный друг, профессионал своего дела, образцовая мама и бабушка. Такие комплименты звучали в адрес Евгении Николаевны сегодня. Поздравить виновницу торжества пришли руководители города, областных и городских организаций, коллеги и друзья. Благодарности, теплые слова и искренние пожелания, цветы и подарки. Этот день Евгения Николаевна будет вспоминать всегда. Кстати, у нее и сейчас жизнь не стоит на месте. Сегодня юбилярша возглавляет городскую партийную организацию. Активно участвует в работе областного и городского совета ветеранов. Словом, вся в работе, вся в делах. Эта женщина продолжает оставаться верной своей фамилии. С помощью аппарата, хороший аппарат подобрался, дружный, ответственный. Я скажу, что время все специалисты очень относились добросовестно к работе. Район занимал почти всегда первое место в соревнованиях в городском, в республиканском городе получал места, а мы в городе. Это тот человек, который нам, сегодняшнему поколению, можно учиться. Как нужно работать, как нужно жить, как нужно относиться к людям, как нужно бороться с проблемами, если они возникают. И как, в принципе, можно идти по жизни. Поэтому, конечно, мы сегодня высказали в ее адрес самое искреннее и звучало очень много искренних слов благодарности. Это человек, который, несмотря уже на серьезный юбилей, был в общественной жизни, в активной общественной жизни и продолжает им оставаться. За что мы ей благодарны и признательны.